Девушки отдыхают И представляю вашему вниманию обзор на книгу «Фальшивый рассвет», которая создана на основе сюжета игры Division. На протяжении игры мы выполняем основные и второстепенные задания, исследуем территорию, собираем еду, ткани, электрооборудование и другую мишуру, благодаря которой совершенствуется наше снаряжение. Крафт в этой игре занимает довольно-таки немалое количество времени и лучше уделять этому внимание, если хочется играть с комфортом. Вопреки утверждениям блогеров, которые в игру не играли, но делали свой обзор на основании обзора другого блогера, который тоже в игру не играл, но посмотрел 5 минут летсплея, локации в игре не пустые и на них есть чем заняться. Всегда можно что-то найти, услышать какую-то информацию, вытащить кого-нибудь из беды, ведь всегда найдутся люди, которым требуются медикаменты или помощь отбиться от бандитов. Причем все это делать не обязательно. Если вас о чем-то попросят прохожие, его можно прокинуть и просто пройти мимо. А если видите, что кого-то терроризируют бандиты, можно постоять в сторонке, подождать пока гопота ограбит людей, пойдет своей дорогой и уже после продолжит свой путь. Ну или можно за всем этим не наблюдать, а технично обойти стороной и продолжить делать свои дела. Вообще очень круто сделано то, что пока мы бегаем и суетимся, город живет своей жизнью. Люди пытаются выжить, ищут еду, одежду, тепло, отбиваются от отморозков и выясняют какие-то свои отношения. Исследуя город, можно, например, зайти в здание и встретить персонажей, которые будут что-то там обсуждать, или можно услышать, например, радиоэфир, где вещают об общей обстановке в городе, ну или можно посмотреть новости по телеку, правда там картинка будет статична. И все это сделано не просто для того, чтобы было. Из разговоров можно услышать о событиях, которые происходили в самом начале катастрофы, а из радиоэфиров узнать о нынешней ситуации. Все это хорошо добавляет атмосферы, и чтобы не заговариваться, это все-таки не обзор игры. Скажу, что лично мне мир игры показался очень и очень живым и хорошо проработанным. Основной сюжет в игре подается через радиопереговоры, заставки, брифинг, либо через текстовые сообщения. Однако, что меня очень порадовало, это то, что игра не ограничивается одним сюжетом, и есть возможность узнать о других каких-то сторонних событиях более подробнее. В городе можно найти телефоны с записями разговоров простых людей и узнать, что происходило с людьми в момент катастрофы. Как они себя вели, какие решения принимали, или, например, можно найти разбившиеся дроны и получить информацию, которая носит уже более военный, такой стратегический характер. Также в городе можно найти эхозаписи. Что это такое? Как я понимаю, у агента есть устройство, которое на основании записи телефонов, камер наблюдения и других устройств может при помощи голограммы показать пользователю события, которые происходили в указанном месте. Причем не просто можно увидеть или послушать, но и получить данные на каждого участника. Узнать имя, род деятельности и вообще жив ли человек сейчас. Вот такой вот интересный девайс. Все это нужно, если есть желание узнать и увидеть прямо вот с самого начала, первые часы и дни после заражения, а также проникнуться той атмосферой, которую предлагает игра. И, конечно, эта информация позволяет в полной мере понять основной сюжет и главные причины, зачем и почему было произведено заражение. Собственно, что с сюжетом. В новогодние праздники, в любимый многими день под названием Черная Пятница, у нас же это Всероссийский день повышения цен, произошел биотеракт, причем ничего не взорвалось, не загорелось и никто ни в кого не стрелял. Террористы применили очень техничный способ. Они заразили определенное количество купюр модифицированным вирусом Оспы, который мгновенно заражал держателю купюры, который, как и положено носителю, продолжал заражать других людей. Неплохой способ, какие купюры заражены неизвестно, перемещаются они бесконтрольно и толком ничего не отследить. Итак, вирус распространился, как я понял, только по Америке, всего за несколько дней. Причем в самом начале сильно пострадал только Нью-Йорк. Итак, Черная Пятница стала действительно черной, а инцидент получил название Долларовый Грипп. Стоит сказать, что лекарство разработать тоже было проблемой, так как вирус регулярно мутировал, а это, насколько вы поняли, затрудняет создание вакцины. На случай, когда все выходит из-под контроля, был создан специальный отряд, включающий в себя истинных профи, которые, являясь настоящими патриотами и правильными ребятами, должны были взять ситуацию в свои руки и навести порядок в стране. Причем они не были официально правительственными агентами. У ребят-девчат была работа, кассир в пятерочке, например, семья, друзья, хобби, но по сигналу они должны были все бросить и мобилизоваться. Ваш персонаж – это, понятно, вы, и можно смело ассоциировать себя с героем. А остальные агенты – это такие же игроки, подключенные онлайн, которых можно регулярно видеть на базе. Чтобы совсем не говорить фантастические вещи, уточню, что не все были патриоты-фанаты, и среди агентов были отступники, которые преследовали только личные, меркантильные, непатриотические цели. Как и полагается такому сюжету, военные быстро сдулись, и в этой вселенной группа Гопарей может вполне положить отряд подготовленных морских пехотинцев. Но это будущее, новое поколение Гопарей, типа гоп-пехотинцы. Естественно, никакой полиции нет, их за силу никто не считает. Все эти ребята, в том числе и медицинские службы, объединились в ОТГ – Объединенная Тактическая Группа. Но толку, как я понял, от этого было мало. Как службу не назови, людей не поменяешь. И вдобавок ко всему образовалось общество людей, которые решили не заморачиваться с помощью и лекарством, а просто они перемещались группами по городу и сжигали из огнеметов всех, кто казался им больным. Причем не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. Все это было настолько фанатично, что в одной из эхолокаций можно увидеть, как чувака сожгли просто за то, что он аллергик и просто чихнул. В общем, в этой вакханалии агенту и предстоит оказывать помощь в восстановлении города и раскрывать жесткий заговор. Об игре все, я считаю, вполне достаточно для общей информации. Теперь о книге. Знаете, есть такие книги по видеоиграм, которые здорово так расширяют события, показывают их с разных ракурсов и неплохо дополняют. И после прочтения говоришь, вот бы в игре такое было. Как пример, я вот только-только дочитал Resistance, это такой тизер к следующему ролику, где читаешь и понимаешь, что будь эти события в игре, было бы намного круче. Сюжет был бы более интереснее, появилось бы больше второстепенных персонажей, было бы больше драмы и лучше был бы раскрыт тот мир, который показывает игра. А есть вот такие книги, которые вроде бы и есть, но зачем? Ну ладно, когда книга просто пересказывает события игры. Это вроде как попытка донести продукт до тех, кто в игры не играет. Например, Gears of War или Hello. Но когда она не делает ровным счетом ничего, мне непонятно ее наличие. В книге представлено аж 4 персонажа. Девушка по имени Эйприл ищет причины и виновных смерти своего мужа, который был одним из тех, кто в состоянии был разработать вакцину от вируса. Страницы ее книги по выживанию можно собирать на протяжении игры. По наводке мужика по имени Роджер Купман, девушка покидает Нью-Йорк и отправляется в лабораторию, где якобы это лекарство и было разработано. Что идет вразрез с утверждением игры, что вирус мутирует и лекарства не найти. Но это ладно. Ее история это перемещение из точки А в точку Б, в ходе которой помощь Рэйчел готов оказать каждый встречный, как и положено во время апокалипсиса. Деятельность Рэйчел не остается незамеченной и некая загадочная организация отправляет девушке в помощь не совсем чистого на руку агента по имени Айк. Он как бы работает на государство, ну и как бы на кого-то другого. Он должен просто найти девушку и оказать ей поддержку. А когда она найдет вакцину, забрать эту самую вакцину и передать каким-то мутным типам. Если бы Том Кленси был жив и участвовал в проекте, это были бы русские из все еще существующего КГБ. Так вот, с Айком есть нюанс. Задание Айк получил во время спасения гражданских от мародеров. И решив, что он свою задачу выполнил, и гражданские находятся в безопасности, он на скорости покидает спасенных, однако круто ошибается. Гражданских находят не до конца добитые бандюганы и поголовно всех уничтожают. Убиенных находит третий герой, агент Аурелио Диас. И сложив все за и против, решает, что людей убил сам Айк. И с этого момента он становится для Диаса отступником. И тот, во что бы то ни стало, решает найти убийцу и жестоко его наказать. Диас – это прямо олицетворение того агента, о котором говорили авторы игры. Суровый патриот, который во благо страны и справедливости готов бросить все и даже свою дочь, которая находится в Вашингтоне и кое-как пытается выжить под присмотром посторонних людей. Но вы поняли, да? Долг перед страной превыше всего. Особенно это важно в ключе преследования одного оступившегося чувака. Знаете, я не особо люблю ругать книги, фильмы и игры. В данном случае на шедевр никто не претендовал, все и должно было быть простым. Но все равно, в части именно этого героя сделано все очень халтурно. Просто вот тот патриотизм, чувство долга, которое демонстрировал герой, оно настолько показное, что даже не верится. Вот пока читал, было четкое ощущение, что Диас прям искал причину не ехать в Вашингтон к дочери. Объясню. Во время чтения на ум пришла книга Андрея Круза «Я еду домой». Там герой во время зомби-апокалипсиса, ну, в самом его начале, находится в Америке и пытается добраться до России к своей семье. На протяжении трех книг он сталкивается с обстоятельствами, которые от него не зависят и мешают ему добраться домой. Но от своей цели он ни разу не отклонился. В фальшивом рассвете же главным препятствием на пути Диаса к дочери являлся он сам. Ладно, он один раз по просьбе оператора помог истребить каких-то отморозков. Окей, он вроде как обязан, он же военнослужащий. Но дальше-то ты сам сказал, что потом я поеду к дочери. Но нет, появляется кто-нибудь и просит его отнести какой-нибудь пакет куда-то. Он же почтальон. И он соглашается. А когда появляется Айк, ну прям совсем все бросает. Причем судя по игре, в Нью-Йорке такое количество агентов, что откажись он от просьб, через три минуты нашелся бы новый исполнитель. Вообще без проблем. Но нет, он видимо был один на весь Нью-Йорк. Ну по крайней мере для автора этой книги. А самое забавное, когда он все-таки находит Айка, то их конфликт решается буквально за несколько предложений. Айк просто объясняет, что и как было. Идиос такой, а ну слушай, бывает. И присоединяется к Айку и Рэйчел. И те вместе все идут в лабораторию. А дочь, она как бы где-то там. И вот хочется сказать автору. Вот знаешь, любовь к работе и родине это хорошо. Но блин, девочка сидящая в садике и ждущая папу, который задержался на работе, это одно. А девочка сидящая в окопах под обстрелами и ждущая папу, который помогает другой тете, это вообще другое. И в этой картинке долг, преданность родине и патриотизм смотрится, блин, как диагноз. Ну точно нехорошо. У меня в целом о герое сложилось мнение, что это такой безотказный человек с умственным отклонением. Я вот прям уверен, если бы его остановила гопота и попросила, ну слушай, отнеси пакет. Он скажет, ну ладно, а куда? В Чикаго. Ну я в Вашингтон еду. Ну слушай, брат, очень надо. Хорошо, поеду в Чикаго. То есть вот такой человек. На протяжении всей книги я его просто не понимал. И самое, блин, лютое, когда в конце все решилось, и вроде бы, еть, мужик, дороги открыты, тебе никто не мешает. К Диосу подходит чувак с сообщением, что вот у них какая-то операция будет, давай с нами. И он, блин, соглашается. Ну это просто пиздец. Диагноз поставлен, печать и подпись. Ну Эприл, конечно, отправляется в Вашингтон и обещает сказать его дочери, что у него все хорошо. Молодец, папа, блин, настоящий герой. Кстати, дочь Диоса зовут Вайлет, и она четвертый персонаж. Девочка в Вашингтоне ждет папу, помогает взрослым и периодически спасается от обстрела отморозков, которые стали наполнять город Вашингтон. Тут мне все напомнило первые сезоны Walking Dead. Своей атмосферой. Простые люди пытаются как-то выжить, но появляется группа, а-ля спасители с Ниганом, и пытаются навязать им свои порядки. Те не соглашаются, начинается нападение, мелкая оккупация, и всех спасает группа агентов. Рэйчел находит девочку, и вроде как конец. Видимо, события в Вашингтоне должны были послужить каким-то мостиком между первой и второй частью, событие которой из Большого Яблока перетекло в столицу. Но мостиком это как-то не назовешь. Ну или это очень маленький и ненадежный мостик. Все как-то сумбурно и нецельно. Куча отсылок к первой части, намеки на события второй. И все это похоже на винегрет, словно хотели написать не цельную и интересную историю, а просто что-то написать, типа про игру с отсылками, и все будут просто счастливы. Знаете, я бы убрал из названия вот этой книги точно имя Тома Кленси. Как-то это, по-моему, уже неуважительно. Сие творение и рядом не стояло с его творчеством. Пусть он жесткий русофоб был, но писал чертяка интересный, и когда-то я читал его просто взахлеб. Последние произведения уже не так были пропитаны клюквой, но он не сдавал позиции. Вот для кого эта книга? Для тех, кто не играл в игру? Без опыта игры и знания сюжета тут делать вообще нечего. Это как начать читать Графа Монте-Кристо сразу со второго тома. Рассчитана на тех, кто любит игру? Ну я люблю. И я получил что-то интересное? Нет. Она ничего не сказала и ничего не дополнила. Ей-богу, лучше бы автора попросили написать либо события самой игры, получился бы неплохой такой триллер, либо предысторию к игре. И тогда при хорошем подходе можно было бы сделать действительно что-то в духе Клэнси. Даже русских можно было бы впихнуть. Тут есть для этого все. Глобальная катастрофа, тайные общества, злобная организация, которая поставила Америку на колени. Все есть для мощного произведения. И опять-таки, все в духе Клэнси. А получилось, блин, что-то в духе Александра Невского. К сожалению, моему сожалению, я очень ждал эту книгу и очень ей разочарован. Даже Ghost Recon была написана намного интереснее и качественнее. А там, простите, площадка событий, как мне кажется, намного меньше. Не столь она глобальна. Из всей своей коллекции книг по видеоиграм ставлю эту книжечку на предпоследнее место. На последнем просто Кратос очень прочно поселился. Это все. Больше о книге сказать нечего. Было бы интересно, конечно, рассказать больше о самой игре. Может, когда-нибудь доберусь до ее обзора. Вам спасибо за просмотр, особенно тем, кто смотрел до конца, пусть и не в один заход. Оставляйте свои комментарии, высказывайте пожелания. И, конечно, не забывайте ставить палец вверх. И, если не подписаны, подписывайтесь на канал. С вами был Софинский Ярослав. Всем пока и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!